Есть такая традиция. Раз в год доводить Владимира Путина до инфаркта. Жаль, что пока не достигли своей цели до конца. Тем не менее, 2022 год — это контрнаступление Украины в Харьковской области. 2023 — мятеж Пригожина. 2024 — очевидно, на данный момент. По крайней мере, пока это Курское наступление в ВСУ. Возможно, дальше там уничтожение Крымского моста и еще что-нибудь интересное. Лопатка в жопе, как у Каддафи. Но пока Курское наступление украинских сил — это самое тревожное для Путина, что он встречал за этот год. Почему это так сильно на него влияет и что с ним происходит, какие риски в связи с этим есть у Путинской вертикали, мы сегодня с вами и обсудим. Я думаю, все видели кадры, где Владимир Путин, как какой-то, знаете, как школьник, который матери на собрании рассказывают, как он себя вел, пытается прервать, заболтать что-нибудь. Ну, когда Смирнов, губернатор региона рассказывает, что в ВСУ взяли минимум 28 населенных пунктов и 480 квадратных километров территории. Ну, это получается путем помножения глубину на ширину прорыва, как он ее описывает. Давайте послушаем этот фрагмент еще раз. Ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Вы видите, как сбивчиво он хочет, чтобы эти слова не произносились. Владимир Путин – контроль-фрик. Он хочет держать все под контролем и верит, что он держит все под контролем до тех пор, пока не оказывается, что эта вера основана примерно ни на чем. Собственно, нынешнее наступление в Курской области заставило Владимира Путина вновь начать сомневаться в принятых решениях, поставленных персоналях и перспективах вообще его, так сказать, победоносной, как ему казалось, войны. За год он сильно расслабился. Мятеж Пригожно был подавлен, а Украина была в обороне почти весь год. Ну, по крайней мере, с прошлой осени. Поэтому Владимир Путин решил, что его партия в Украине уже дело решенное. Да, он не может победить Украину, на поле боя. Но он может, и надеется, что может, воспользоваться ситуацией, когда Трамп придет к власти и, собственно, подарит ему часть Украины на блюдечке с голубой каемочкой, заставив Зеленского капитулировать, подписавшись под тем, что никогда Америка не будет выступать за вступление Украины в НАТО, ну и еще заставив Владимира Зеленского подписать какие-нибудь положения, которые фактически будут являться капитуляцией. С другой стороны, Владимир Путин считал, что есть и запасной план разрушить саму Украину изнутри, стравить все украинское общество между собой. Да, уничтожить им электроэнергию, сделать так, чтобы мобилизация, которая проходит в Украине, была точкой столкновения украинцев между собой. Именно на это направлены большие силы внутри самой России. Огромное количество бюджетов осваивается на пропаганду. Огромное количество фейков делается как на Украину, так и на Европу. Ну, задача Владимира Путина сделать так, чтобы, во-первых, от Украины отвернулось как можно больше союзников, а во-вторых, чтобы сама от себя отвернулась Украина вместо единения, предоставив хаос и в итоге проиграя эту войну. Но оба плана Владимира Путина были ударены об колено. С одной стороны, Байден отказался участвовать в президентской гонке, а Трампа выигрывает почти любой не Байден. А с другой стороны, Украина перешла в наступление в Курской области и впервые на территории России за последние годы вражеской России государство. Захватывает населенные пункты один за одним, один за одним, и всю неделю Владимир Путин ничего не может сделать. Интересно, что он отреагировал на происходящее практически сразу. Вы помните тот совбез, где Герасимов докладывал Владимиру Путину, что продвижение ВСУ остановлено. С того момента, за неделю, как движение ВСУ было остановлено, территория боев расширилась до практически тысячи квадратных километров. Но это максимальная оценка по Сырскому. Есть минимальная по губернатору Курской области 480 квадратных километров. И есть оценка от Дипстейт, где-то между ними 800 квадратных километров контроля и 200 квадратных километров в целом территории, на которой видны бои. При этом эвакуируются жители из Курской области, при этом эвакуируются они из Белгородской области. Россия ожидает нового прорыва. Все подсчеты, которые вел Владимир Путин, оказались несостоятельны. Владимир Путин вновь расслабился, вновь поверил в себя, вновь решил, что он гениальный стратег, вновь поверил докладам собственных командиров и вновь попался в эту ловушку. И, собственно, сейчас на самом деле то, что происходит, для Путина куда болезненнее, чем все, что было до этого. Да, в 2022 году он не смог снаскока захватить Украину. Это был большой удар под дых. Ему пришлось объявить мобилизацию, и такого еще Владимир Путин не испытывал на тот момент. Это был самый большой антирейтинг Путина в самой России, благо Россия не демократия, поэтому антирейтинг Путина ни на что не влияет. Тем не менее, ситуация все еще казалась контролируемой. Ну, то есть Владимира Путина не получается достичь тех целей, которые он перед собой ставит, но война все еще на территории другой страны. В 2023 году вызов был с точки зрения внутренних расстановок в России посерьезнее. Пригожин, который идет штурмовать Кремль и захватывает российские города, буквально захватывает, захватывает в заложники путинских генералов, сбивает российские вертолеты. Это была гигантская проблема. А еще большей проблемой было то, что никто не вставал, чтобы защитить, так сказать, Владимира Путина от надвигающегося Пригожина. Люди не выходили с коктейлями молотого, как это делали украинцы, когда россияне приехали на их землю. И Владимир Путин тогда очень сильно испугался, настолько испугался, что даже готов был идти на переговоры с Пригожным, пообещать ему золотые горы. К сожалению, Пригожин идиот, поэтому он Владимиру Путину поверил. Мы все, считавшие Пригожина чуть более умным, чем среднестатистический путинский чиновник, сильно облажались, потому что оказалось, что он обычный солдафон, который необучаем и не понимает, с кем он имеет дело. Поэтому Владимир Путин Пригожина убил спустя два месяца. И вот 2024 год. И чем радикально нынешняя ситуация отличается от предыдущих? Территория захватывается и отвоевывается, если хотите, не в другой стране, а здесь. Там, где Владимир Путин 25 лет обещал стабильность и безопасность в обмен на процветание и свободу. Он говорил, что не будет процветания, не будет свободы. Да, вы будете экономически жить не очень. Свобод у вас будет не очень много, но зато вы будете жить в безопасности. Ради безопасности, по будинским словам, вся эта СВО и затевалась. Но почему-то спустя 2,5 года борьбы за безопасность, спустя 150 тысяч погибших российских солдат и 500 тысяч раненых, безопасности не прибавилось. Ровно наоборот, ее стало меньше. У России впервые в ее истории современной стало меньше территорий, буквально. Их захватывают украинские военные. Украинские военные на территории российских населенных пунктов. Не в рамках какой-то прорыва ДРГ. Вы скажете, Майкл, ну РДК же заходила? Нет, это полноценная войсковая операция. Если вы думаете, что часть населенных пунктов Курской области, особенно приграничных, скоро будут выбиты оттуда украинские войска и отбита эта территория, это не так. При любом раскладе, при любом отношении, которое у вас может быть к этой украинской операции, есть скептики, есть нескептики, это все равно надолго. Это признают изэтники, это признают даже некоторые генералы, такие как Гурулев, хоть и телевизионные. И в этом контексте с таким вызовом Владимир Путин еще не сталкивался. Но в чем этот вызов? Люди возьмут виллы, куряне, и войдут сметать Путина? Нет, конечно. Конечно, сценарий выглядит не так. Просто основные ставки Владимира Путина обнулились. Запад, который должен перестать снабжать Украину, смотрит и видит, что Россию можно победить на поле боя. Знаете, что еще видит Запад? А еще Запад видит, что Владимир Путин за всю эту неделю ни разу не произнес ничего, что содержало бы в себе слово «ядерное». Никаких рассказов про ядерные бомбы, про их применение, про боеготовые какие-то установки и так далее. Ноль. Ничего. Знаете, кто еще ничего про это не сказал? Дмитрий Медведев. А знаете почему? Потому что здесь уже всеобщее внимание приковано к тому, что скажет Владимир Путин и Дмитрий Медведев. И непоследовательность в первую очередь не то, что напугает, а разуверит в сторонниках Владимира Путина во власти и в армии ощущение, что Владимир Путин действительно человек, против которого нельзя идти. Я не думаю, что Владимир Путин опасается гражданского восстания. Я думаю, Владимир Путин опасается восстания элитного. Потому что все, что происходит сейчас с российским истеблишментом, построено на то, что они верят, что Владимир Путин их приведет к чему-то, к чему-то позитивному и хорошему. И вот Владимир Путин целый год рассказывал, как захватываются никому неизвестные в России поселки в Донецкой области, часть из которых на 5 человек, 10 человек, 20 человек. Целый год Россия сжигала собственных солдат, в том числе раненых и коллег, в этих бессмысленных мясных штурмах, для того, чтобы предоставить этот результат своим подчиненным и сказать, смотрите, я понимаю, как вести войну. Медленно, но верно, мы идем брать Киев. Не за три дня, а может быть за 300 лет. Но мы идем вперед. Мы захватили территорию больше, чем Украина освободила во время своего контрнаступления, как оно называлось, в 2023 году, говорил Путин. И они смотрели и говорили, ну да. Так же говорил и Запад. Говорил, да, слушайте, мы поддерживаем Украину и все такое. Но смотрите, россияне-то идут вперед. Ну идут вперед, ну что делать? Ну надо что-то вот с этим как-то. Надо как-то вот здесь, наверное, что-то по-другому придумывать. А те, кто не говорили на Западе это, часто подразумевали. Трамп это вообще сделал своей основной мантрой. Даже вот сейчас, когда идет наступление в Курской области, Трамп в разговоре с Илоном Маском. Отдельная, конечно, уморительная тема. Но ладно, у нас тут с вами не канал, посвященный американским выборам и американской политике. Это какие-нибудь пусть псевдоэксперты обсуждают, рассказывая, какой Трамп замечательный. Даже сейчас Трамп рассказывает, что Украина не сможет победить Россию. Ведь Россия победила Наполеона. И вообще у Украины нет солдат. И вообще у Украины ничего нет. И вообще Байден зря им пообещал НАТО. Говорит Трамп вот буквально вчера, когда Украина ведет наступление в Курской области. Но все, кроме Трампа, свои представления о происходящем сильно изменили. Они увидели, что Украина не просто может обороняться, но и может наступать. Вести оборонительные операции на территории врага. И это сильно меняет правила игры. Мы уже многие годы, два с половиной точно, на этом канале рассказываем вам, что Украина победит абсолютно точно, если дать ей все необходимое. Именно малое количество поставок в Украину и малая решимость Запада привели к тому, что война до сих пор идет и что Россия не была сокрушена в первый год, когда неожиданно для Владимира Путина оказалось, что Украина может сопротивляться и довольно эффективно. И вот сейчас, как будто бы Зеленский сделал большую ставку, и я уверен, что он не спрашивал западных партнеров о том, может ли он использовать западное оружие, а просто начал его использовать. И западные партнеры увидели, что Владимир Путин с этим ничего не собирается делать. Он не собирается запускать ядерные ракеты, вторгаться на территорию НАТО и так далее. Они увидели, что Владимир Путин с голой жопой, буквально. Это то, о чем мы много раз говорили, но когда я это говорил людям, так сказать, повыше рангом, они говорили «Да, ты извлечишь убедительно, но можем ли мы быть уверены, что Владимир Путин не нажмет на ядерную кнопку? Можем ли мы быть уверены, что эскалация не приведет к тому, что ситуация станет хуже для всего мира?» Я говорил, ну вот смотрите, вот-вот-вот мои аргументы, ну какие у вас? Они говорят, ну знаешь, мышь загнанная в угол. И я такой «Ага, вы цитатами из Твиттера разговариваете, ничего себе». И вот сейчас все эти люди увидели, чего стоят разговоры о красных, коричневых и остальных линиях. Ничего. Владимир Путин буквально ничего не может делать. Более того, он настолько зол, что он перестал фильтровать базар. Многие месяцы Владимир Путин рассказывал, что именно Украина не хочет мирных переговоров. Это ложь. Украина хотела мирных переговоров с самого начала российского вторжения и даже до него, потому что Украина не собиралась воевать. Украине это неинтересно. Украина хочет развиваться, Украина хочет жить, у Украины есть перспектива, будущее и понимание, почему они за него борются. У Украины есть выборы, у Украины есть настоящая демократия с шероховатостями, но тем не менее. У России всего этого нет. Украина не хотела воевать с Россией, Россия хочет воевать с Украиной. И Украина готова к настоящим переговорам с самого начала. Просто Россия их не предлагает. Россия предлагает Украине капитулировать. Россия предлагает Украине захват украинских территорий. И страшно не само по себе, чей флаг будет развиваться над тем или иным населенным пунктом, а страшно то, что Россия делает с теми территориями, которые захватывают. Многим кажется, что изуверства российских солдат были только в Буче, но это не так. Просто Буча была переломной точкой, после которого наше сознание приняло то, что российская армия не просто фашистская оккупационная, а по-настоящему нацистская. Ну, то есть уничтожает людей за то, какой нации они принадлежат. И это было не только в Буче, это было в Мариуполе, в городе Ирпень, в городе Изюм и во многих других. Просто наше сознание уже так не фиксировалось на этом, потому что это уже принятая информация. И что Россия будет делать с гражданами на территориях, которые она захватила, вопрос не праздный. Украина не может просто отдать в пасть льву, хотя не хочется Россию со львом сраной. Давайте, что самое отвратительное, как нынешняя Россия, не знаю, к дерьмодемону, впасть к дерьмодемону не хочет отдавать. Собственно, граждане правильно делают, это обязанность украинского государства их защищать. И поэтому Украина не была и не будет согласна на капитуляцию. Но Владимир Путин для сторонних наблюдателей пытался создать образ, что это Россия за мир, за мирные переговоры, за прекращение огня и так далее. Но сейчас маска спала. Владимир Путин настолько золк, что он больше не может притворяться, не может говорить про мирные переговоры, рассказывать, что их теперь не будет. Рассказывает, что теперь надо уничтожать украинскую территорию и украинских граждан. Грозит какими-то ответами, но не очень понятно какими. Потому что нынешние цели России, как и обозвал Герасимов эту неделю назад, выйти на границы Курской области спустя два с половиной года войны. Поэтому поменялось все как минимум с точки зрения Запада. Поменялось все как минимум с точки зрения Украины. Разговоры, которые были последние месяцы, когда, помните, люди такие, а вот такой опрос, а вот сякой опрос, а украинцы готовы на это, не готовы на это. Эти разговоры уже звучат немножко устаревшими. Украина вновь верит в возможность своей победы. Украина вновь консолидирована. Украина вновь дает отпор россиянам. И более того, уверена, что сможет победить. Поэтому и второй план Владимира Путина не очень сработал. Впрочем, я об этом рассказывал в таком общем обзоре на нынешнюю ситуацию во вчерашнем видео. Но теперь что самое главное, что поменялось внутри российской системы. Наверное, это одна из самых спекулятивных тем. И я хочу обозначить это заранее. Уж сколько раз мы говорили, что Путин сучит ножками и так далее. И на самом деле, я не думаю, что мы были не правы. Я действительно думаю, что после объявления иммобилизации, когда Владимир Путин на полгода пропал из любых разговоров об армии и фронте, это было худшие полгода в его жизни. По крайней мере, в его осознанной. Он боялся, что где-нибудь что-нибудь вспыхнет, что-нибудь произойдет. Я уверен, что во время мятежа пригожено Путин вспоминал все молитвы, которые знает, и пытался дозвониться Золотову или еще кому-нибудь, чтобы хоть кто-то вышел его защищать. Тем не менее, то, что это происходило, не означает немедленного падения режима. В жизни очень много разных факторов, которые оказывают влияние. И вот Владимир Путин подумал, что вновь вышел сухим из воды. Ему показалось, что все, что снова ничего ему не будет. Но знаете что? У Владимира Путина есть одна большая ошибка, которая преследует его уже много лет. Он не верит в субъектность Украины. Он не считает Украину государством. Он еще не считает украинский народ народом. Он не считает украинцев самостоятельными. И каждый раз это его подводит. Потому что он смотрит на Запад, вместо того, чтобы смотреть на Украину. Вместо того, чтобы смотреть на смелых украинцев, которые дают ему отпор раз за разом. Он думал, что Запад не посмеет напасть на территорию России. И Запад не нападал. Украина зашла на территорию России. Украина там сейчас наступает. Владимир Путин не считает, что Украина хоть что-то делает самостоятельно. Именно поэтому, когда Россия вторгалась в Украину, он не считал, что он встретит там сопротивление. Он не считал, что украинские власти будут достаточно смелыми для того, чтобы остаться вопреки мнению западных стран. Вы помните, как Зеленскому рекомендовали покинуть Киев? Он сказал, нет, мне нужно оружие, а не такси. И остался воевать с Владимиром Путиным. Владимир Путин недооценивает и личное мужество Зеленского, и личное мужество всего украинского народа. Каждого человека, который там защищает свой дом. И это странно. Знаете почему? Потому что Владимир Путин постоянно апеллирует к Великой Отечественной войне. Но для Украины сейчас Отечественная война. Они сейчас борются с превосходящим врагом за право существовать и жить. Поэтому странно, что он этого не понимает. От его оголтелая убежденность вот в этом мировом заговоре, где есть некие англосаксы. Я думаю, он искренне в это верит. Англосаксы, которые дергают за все ниточки с целью лично его, Владимира Путина, как-нибудь там что-нибудь с ним сделать. Его убежденность в этом затуманивает его рассудок. Именно поэтому для него куча сюрпризов происходит, в том числе на линии фронта. И чем больше это заметно, тем больше вопросов появляется у его окружения. Анализировать его окружение, как я уже сказал, дело неблагодарное. Потому что мы узнаем все про внутренности диктатуры после того, как диктатура падает. Это после падения Советского Союза. Мы знаем, что там было после смерти Сталина. Мы знаем, что и кто думал. Кто как метался. Кто под каким давлением принимал решения. И в какие моменты кто кого подставлял. Сейчас же мы можем только гадать. Однако, знаете, что самое важное, мне кажется, в Путине? Это его попытка создать статус бога. Ну, я думаю, мало кто будет спорить с тем, что Владимир Путин строит российское государство по принципу культа личности. Культа вокруг себя. И что Владимир Путин вложил в это очень много усилий. Чтобы стать практически божеством. Нет Путина, нет России, говорит Володин. И я думаю, так Владимир Путин и хочет, чтобы все думали. Ну, вот проблема. Божество перестает быть божеством, когда ему пускают кровь. Пускают кровь ему, надо сказать, не первый раз. Но сейчас ему буквально отрезали палец. Сейчас мощная пощечина прилетела по щекам Владимира Путина. Если до наступления Украины в Курской области окружение Владимира Путина считало, что худшее, что может случиться, это то, что Россия будет вынуждена остановиться на тех позициях, которые захватила. Что Россия, ну даже если будет отступать, то в самой России никакой угрозы для них нет. Но теперь они видят, как украинские войска расхаживают по российским территориям. И совершенно непонятно, как назад их отвоевывать. Более того, поверьте, среднестатистическому путинскому чиновнику и даже генералу глубоко похеру на Донецкую область. Включая Донецк и Луганск. Я вам даже больше скажу, многим из них абсолютно похеру на Крым. Им хочется, чтобы их жопа была в тепле. Им хочется, чтобы они были уверены, что никто никогда их не достанет, чисто физически. И вот этот прорыв российской границы, он не только физический, но он и прорыв вот этой уверенности в завтрашнем. Не, хорошо, сегодня ВСУ в Курской области. А где они будут завтра? В Белгородской, в Брянской? Пойдут ли они дальше? Пригожин смог почти дойти до Москвы. Что помешает украинцам в случае, если Владимир Путин действительно сотрет все армейские ресурсы для захвата какого-нибудь поселка Нижний Закон. Хрен пойми где. И вот этот вопрос, я думаю, будет все больше и больше всплывать в головах российских чиновников. Более того, недавно Владимир Путин выбил сам из-под себя стул. Долгое время существовала концепция, что если ты лоялен внутри путинской системы, то тебя ждет почет, слава, уважение, деньги, женщины. Все на свете. Но недавно этот контракт был нарушен. Недавно начали сажать клан Шойгу. Людей приближено к Шойгу. Тимура Иванова и остальных. Их задерживают, помещают под арест. Им грозят большие сроки. Почему это стало происходить? Потому что при кажущейся внешней стабильности для многих наблюдателей извне, на самом деле внутри российской структуры большие проблемы. С ресурсами финансовыми, с ресурсами кадровыми, с ресурсами техническими. Россия в боях сжигает технику и кадры, а денег становится все меньше. Потому что да, заначка есть, но она не бесконечна. Более того, когда вы раскидываете эту заначку, у вас разгоняется инфляция. В общем много проблем. Именно поэтому Владимир Путин нарушил собственное же правило, которое сам создавал в этой системе и начал сажать лояльных, но проштрафившихся людей. А что это значит? Это значит, что тех, кого он ставит на их места, уже не уверены, что лояльность будет оплачиваться по максимальной ставке. Что за лояльность тебе гарантируется пожизненная безопасность и роскошные условия. Да, Шойгу пока не посадили, а Герасимова пока не отстранили. Про Герасимова поговорим отдельно на неделе, я думаю, есть ощущение, что долго он не присудит на должности начальника генштаба. Но огромное количество замов просто отправились в тюрьму. И смотря на это, остальные могут задаться справедливым вопросом. Если Владимир Путин не обеспечивает точно и железобетонно победу над Украиной. Если Владимир Путин в критических ситуациях или в ситуациях дефицита ресурса начинает херачить даже тех, кто был лоялен. А какой смысл служить Владимиру Путину? Какой смысл класть свою жизнь и безопасность и свободу на службу тому, кто в любой момент может нарушить контракт? Я уверен, что Шойгу за эти дни не раз задумывался о том, чтобы связаться с американскими коллегами, сесть на первый же доступный самолет и улететь в Америку, сдав российские секреты. Эрозия государства увеличивает скорость. И если раньше эта эрозия не была заметна невооруженным глазом, то теперь, когда украинцы прорвали защиту в Курской области, захватили в плен огромное количество срочников и солдат в принципе. И когда они точно не уйдут из Курской области, куча вопросов у элиты к Владимиру Путину появляется. Точнее, самое важное даже, хрен с ними, с вопросами, теряется вера в возможность. Не просто победы, а появляется вера в возможность поражения. Я вам два года говорю, что отношение к Путину и вероятность внутреннего мятежа зависит от весов. На одной чаше весов плюсы, на другом минусы. И когда чаша весов с плюсами от условного мятежа перевесит чашу с минусами, появится шанс на его реализацию. Я уж не знаю, кто это может быть. Белоусов, Шойгу, кто угодно еще. Но чем меньше уверенности у них, что Путин приведет их в правильную точку их жизни, тем больше этот шанс. Ну и просто про людей. Конечно, люди в России не восстанут против Путина здесь и сейчас. Но есть две категории, которые нам важны. Первая – это солдаты. Солдаты видят, что пока их отправляют штурмовать, хрен пойми что, в местных штурмах на их место, где они живут, где живут их родные и близкие, нападают. И война уже приходит туда. То есть ради амбиции Владимира Путина война приходит к их родным и близким. Они могут воспринимать это иначе. Они могут винить в этом Украину. Это не так важно. Очень важно, что последовательность решений, которые принял Владимир Путин, привела их в эту точку. И когда сейчас не перебрасываются резервы с части направлений в Курскую область для ликвидации последствий прорыва, солдаты задаются вопросом «Окей, я пришел сюда, чтобы нападать, но почему-то не осталось никого, чтобы там защищать? Тогда, может быть, и не имеет смысла здесь мне продолжать свое нападение». Более того, та вторая проблема, связанная с солдатами, тоже заключается в кадрах. Вот это как раз обычные люди. С кадрами большая проблема. Татаригами недавно выпустил исследование «Важные истории», выпускали исследование на общий. Итог этих исследований очень простой. Количество людей, которые идут в российскую армию, снижается. Причем снижается существенно, потому что люди больше не видят в этом смысла. Все, кто видели хоть какой-то смысл или были на пороге такого отчаяния, что готовы были рискнуть, они кончились. Более того, качество этих людей сильно ухудшилось. То есть это более люди в возрасте, с болячками, с зависимостями и так далее. Все это ослабляет совокупный российский фронт. Владимир Путин, который хочет надавить на Украину. То есть на самом деле, вы знаете, вот мне забавно читать, что некоторые такие у ВСУ это пиар-операция в Курской области. На самом деле это у Владимира Путина пиар-операция в Донецкой области. Он там наступает без перерыва, сжигая резервы, для того, чтобы получить преимущество во время того, как Трамп объявит сделку в его представлении Владимира Путина. А во-вторых, для того, чтобы украинцы там, значит, говорили, вот, блин, смотрите, Россия все наступает, наступает, наступает. Давайте паниковать, давайте там, не знаю, сдавать территории, еще чего-нибудь. Вот как это выглядит. Это пиар-акция для Путина. И в какой-то момент люди не хотят участвовать в этой пиар-акции. Их слишком много погибло. Они не хотят. А когда тут, понимаете, все разваливается от отсутствия кумулятивного эффекта, или при накоплении кумулятивного эффекта, когда у вас нет достаточных резервов, чтобы помогать вашему наступлению, у вас еще больше дохнет в лобовых атаках. И в итоге это все наращивается. Короче говоря, на мой взгляд, наступление в Курской области не просто спутало Путину все военные и дипломатические планы. Оно немножко обнулило самого Путина. Но не в том смысле, в котором он сам себя обнулял, внося псевдопоправки в Конституцию, становясь узурпатором власти в России. Они выбили из-под его ног главную почву, а именно, что в худшем случае Россия просто не победит. И опция «Проиграет» появилась на столе. Российская территория теперь часть ставок в этом казино. И вот это никто не ожидал этого. Пока все немножко в шоке. И пока у многих еще представление, что ну сейчас Путин разберется. Но мы видим, что у него нет плана. Мы видим, что его командующий бесполезные куски дерьма. О чем я тоже часто говорил. Ох, Белоусов, ох, насколько же нет такой кружки, настолько большой. С надписью «Я же говорил, чтобы мне из нее пить». Потому что я ему говорил, что назначение Белоусова министром обороны – это лучший подарок для Украины, который кто-либо когда-либо делал. Но больше разве что Герасимов в должности начальника генштаба. В принципе, это уже мнение, которое сами российские военные говорят. Поэтому здесь мы с ними, так сказать, на одних позициях. Мне кажется, мы недооцениваем происходящее. Мне кажется, в книжках по истории о нынешних событиях будет целая глава. Прорыв Курской области будет как раз размещен в разделе конца Владимира Путина. В разделе того, что положило конец его диктатуре. На самом деле вся война там будет. Но здесь будет выделена особая глава, мне кажется. Потому что никогда раньше, и уж тем более никогда не подразумевалось, что после двух с половиной лет захвата Киева за три дня, после операции, которая якобы по разным версиям должна защитить Россию, должна уничтожить Украину, должна показать что-то Западу, Россия встанет с колен, бла-бла-бла. Никогда она еще не приводила за эти годы войны к тому, что Россия просто теряет собственные территории. И вы знаете, в очередной раз, конечно, видишь, как Z-каналы признают очевидное. Говорят, что, вы знаете, ну вот теперь-то враг на нашей земле. И ты говоришь, подстойте. У вас же в Конституции написано, что ваша земля это Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область, Луганская область. Крым, в конце концов. То есть оказалось, что вы знаете, что это не ваши территории. То есть оказалось, что вы в курсе, что это не Россия. Правда же? И самое для Путина болезненное, что все это знают, включая него самого. И теперь война поменялась и выглядит по-другому. Владимир Зеленский, сырский, украинский народ вновь перевернули стол. Что дальше будет происходить, я не знаю, я не вижу будущего. Но я точно могу увидеть, что сейчас Владимир Путин в такой ярости, в таком бешенстве и в такой растерянности, которого мы не видели его в таком состоянии уже год точно. Приведет ли это к кардинальным изменениям сейчас, я не знаю, но это точно определяет будущее. С вами был Майкл Найки. Не забывайте поддерживать канал, лайки, комментарии, подписки. Ну и на Патреоне ссылочка будет тоже в описании. Такая вот небольшая видеоколонка. Не знаю, захотелось мне про это отдельно поговорить. Ну и конечно за ситуацию в Курской области мы продолжаем с вами следить и будем следить еще, я думаю, долгое время. До скорой встречи, всего доброго, пока.